Мир напитан теплом и любовью Божьей, но человек не обращает на это внимания. И Бог Творец говорит, что человек отвернулся от него, он не хочет с ним иметь отношений. Но Бог сотворил человека для отношений. Как есть отношения между нами людьми, так Бог хочет иметь отношения с каждым человеком. Он хочет общения, и Он говорит в своей Библии. Библия это послание, любовное послание Бога к человеку, где Он говорит, что Он любит человека. Он не любит то, чем занимается сегодня человек, но самого человека любит, потому что это Его творение. И Он сегодня зовет и говорит, человек, ты ушел от своего источника жизни. Дело в том, что если мы ушли от своего источника жизни, то получается мы умираем. Бог Творец говорит, ты идешь не в ту сторону, ты идешь в сторону погибели. Он говорит тебе, что твоя душа в опасности, что ты просто умрешь и придешь на Его Божий суд. За то, что ты решил выбрать жить без Бога. Бог даст тебе эту возможность. Когда ты пристанешь перед Него с этим престолом, Он тебя от своего присутствия отлучит навечно. И вся эта любовь, которая есть в этом мире, все, все вот эти отношения, эти радости, это тепло, это свет, все, что есть в этом мире, которое от Бога навсегда, человек будет этому обрешен. Потому что Он решил сделать выбор. Пойти грешить. Пойти делать то, что противно нашему Творцу. Бог Творец, Он Святой. Он не грешит. Он не делает этих злых поступков. Он ненавистно не думает. Он ни на кого вот это злое и яростное не замышляет. Он всегда хочет только доброго. Он желает только любви. Но человек уходит от этого Творца. И запутывается в своих соблуждениях, в этих злых мыслях. Совершает развраты. Совершает этот блуд. Когда он изменяет своим женам или жены изменяют своим мужьям. Это не по Божьему стандарту. И Бог Творец говорит, что человек, сколько бы ты не прожил на этой земле. Сколько бы ты разных вот этих дел не сделал. Бог видит их. Он их фиксирует у себя. И Он приведет тебя за все эти соделанные дела. За все эти сказанные слова. За все эти мысли, которые ты там у себя крутишь. Он приведет это все на свой Божий вселенский суд. И Он будет показывать тебе. Скажи мне, почему ты решил не выбрать праведность? Почему ты решил пойти их решить? И нас не думал, что наслаждение в этом. Но Бог Творец. Он настоящее наслаждение человека. Бог решил нашу проблему. Он послал Иисуса Христа. Сына Своего. И мы празднуем Пасху. Мы празднуем Рождество. Мы празднуем его праздники, которые нам указывают на то, что Иисус Христос заплатил своей жизнью. Он прожил праведно, безгречно, свято. Его не было за что убивать. Но люди, глядя на его жизнь и глядя на свою жизнь, они не могли так жить. И они взяли, чтобы оно их не осуждало. Они взяли и расстали Иисуса Христа. Они убили Его. Так же самое сегодня. Когда Бог Творец говорит человеку, что ты грешен. Что ты поступаешь против Него. Что ты делаешь дела, которые гневают нашего Бога. То, что делает человек? Он берет и распинает снова Его. Он распинает Иисуса Христа. Говорят те же самые. Да что ты тут несешь? Но Бог Творец говорит, что я приведу тебя на суд, человек. Я приведу тебя на суд за все, что ты делаешь. Потому что время твое коротко. Дни твои лукавые. Ты в них утонешь. И ты просто погибнешь. Твоя душа в опасности. Есть враг, который претендует на твою душу. Который хочет, чтобы ты пошел вместе с ним. Дьяволу участь определена. Она будет в аду. Но все, кто делают его дела и не хотят отказаться от них. Они идут вместе с ним туда, в эту вечную погибель. Человек, остановись на своих путях. Рассмотри, что ты делаешь. О чем ты думаешь. Что ты говоришь. Почему из тебя выходят эти гнилые слова. Это ругать я. Эти матершины. Все это Бог фиксирует в своих книгах. На каждое имя заведена эта книга. И человек, ты предстанешь перед Божьим престолом. И будешь давать ответ за все, что ты говорил. За все, что ты делал. За все, что ты думал. Бог Творец тебя приведет на свой Божий суд. Но сегодня Он явил тебе милость. Иисус Христос прошел правильно, безгрешно и свято. Для чего? Что?